Алена Игоревна, в скором времени официально стартует избирательная кампания осенних выборов в Государственную Думу России, а также в Госсовет Чуваши. Скажите, пожалуйста, региональное отделение партии «Единая Россия» готово к этой избирательной кампании и с каким настроем она входит в нее? Ну, настроение рабочее, как всегда. Я скажу, что для партии «Единая Россия» каждый день предвыборный, на самом деле. Поэтому мы работаем каждый день с полной отдачей, каждый на своем месте, и при этом у нас очень работоспособная лидерская команда. Я подчеркну, что у нас всего 4% от всех жителей Чуваши – это члены партии «Единая Россия». Причем, на самом деле, половина из них – это очень активный возраст, как раз от 35 лет до 50 лет. И 10% – это молодые люди до 35 лет. Поэтому я считаю, что очень хорошее настроение, рабочие проблемы мы знаем. Над проблемами и над их решением мы работаем из года в год, очень давно. И более того, у нас действительно колоссальный опыт и лидерские качества тех кандидатов, которые сейчас прошли предварительное голосование. Вы знаете о том, что у нас буквально только-только завершилось предварительное голосование. Мы уже знаем всех победителей по округам. Конкурс был очень высокий. Вы знаете, что в госсовете это было 7-8 человек на место, чтобы быть кандидатом, выдвинутым от партии «Единая Россия». А в Госдуму это было фактически на разных округах. Это 17-19 человек на место, на право представлять партию в одномандатном округе. Или, например, больше 30 человек это в список. Поэтому на самом деле действительно люди сами выбирали. И лидерские качества тех людей, кого наши жители выбрали, это, конечно, очень высокий уровень. Это свое право выдвигаться подтвердили. Вице-премьер Алла Леонидна Салаева, вице-премьер Сергей Геннадьевич Артамонов. Это Леонид Ильич Черкесов, действующий депутат. Это действующий депутат Госдумы Николай Владимирович Малов. То есть, конечно, это очень интересные люди. Это общественник Леонид Николаевич Пронин и другие очень известные люди в республике. И, конечно, я уверена, что если жители наши выбирали сами этих кандидатов, то и мы можем, и мы вправе рассчитывать на итоговую поддержку во время уже выборов в сентябре этого года. На сегодняшний день в Госдуме России жители Чувашии представляют три депутата. Это вы, Леонид Черкесов и Николай Малов. Алена Игоревна, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете работу ваших коллег-партийцев? Конечно, вы спрашиваете о моей оценке действующих депутатов, но я думаю, что оценку действующим депутатам дают жители, избиратели нашей Чувашской республики. И само предварительное голосование показало, что этот вотум доверия, доверие подтверждается нашим уважаемым коллегам. И хочу сказать, что, конечно, мы знаем, что центральный аппарат Федеральной партии «Единая Россия» оценивает нас. Есть коэффициент полезного действия, и оценивается наша работа над законодателями инициативы. То есть, как мы продвигаем интересы жителей на федеральном уровне. Это в том числе и работа со средствами массовой информации, работа в округах со своими жителями, избирателями, которые доверили тебе твой голос. Это работа в партии, работа над партийными проектами. Поэтому нас оценивают. И, конечно, как секретарь регионального отделения с командой Президиума регионального полицовета, мы приняли решение, что такой же коэффициент полезного действия мы вводим и для депутатов Государственного совета. Он уже работает. И мы по итогам, обсуждая с коллегами, уже понимали, кого, конечно, мы более заинтересованы выдвигать, потому что жители довольны работой этого человека, этого депутата Государственного совета. А кто-то принял решение не выдвигаться, например, ввиду своих производственных обязанностей, просто в силу приоритетов и в силу невозможности уделять больше времени жителям республики в решении их вопросов. Поэтому здесь, конечно, сам коэффициент полезного действия помогает партии определять тех кандидатов, кого мы бы хотели видеть, и мы просим этих людей зарегистрироваться в предварительном голосовании. И сами люди. Люди выставляли своих кандидатов и командно голосовали за них. И поэтому я вижу сейчас, что предварительное голосование фактически показало, кому люди доверяют. И в том числе это подтвердило итоги нашего мониторинга по коэффициенту полезного действия по работе в округах, по работе в госсовете. И сейчас мы понимаем, что мы перенесем эту систему на все наши депутатские собрания во всех городах и районах республики. Сегодня Алена Игоревна еще раз упомянула о том, что иногда обычные избиратели не видят работу партийцев. Назовите, пожалуйста, 5-6 законов, самых значимых для жителей Чувашии. В госсовете всего принято около полутысячи законов за такой, казалось бы, недолгий срок. Но при этом у нас четверть всех законов, авторами четверти законов являются сами депутаты госсовета. Конечно, было принято очень много абсолютно разносторонних инициатив, по этим законам мы сейчас живем. То есть вернули, мы ввели в оборот звание «Дети войны». То есть я помню, лично сама моя родная бабушка ко мне обращалась, задавала вопросы, ну почему это трудно? Нас просто нужно признать детьми войны, потому что у нас были тяготы, лишения. И, конечно, мы работали за взрослых, потому что все взрослые были на войне и трудились на заводах в тылу. И фактически то же самое делали наши бабушки, которые являются поколением «Дети войны». Это, например, компенсации транспортного налога, освобождение от оплаты транспортного налога тех, кто является усыновителем, опекуном многодетных семей. Мы сейчас на федеральном уровне делаем все возможное, чтобы вернуть школьную медицину. И в первом чтении мы приняли сейчас это решение. И, конечно, хотелось бы до конца сессии успеть, чтобы во всех регионах, у нас во все образовательные организации вернулась медицина. Но на региональном уровне депутаты госсовета, такие как Зорин и Арсютов, уже сделали все, что могли, чтобы в наших образовательных организациях начали появляться или возвращаться. То есть офтальмологические кабинеты, зубные кабинеты, стоматологические, принимаются очень важные решения, которые влияют на жизнь семей и на безопасность детей, которые проводят очень много времени в образовательных организациях. Это различные компенсации, это, например, увеличен размер материнского капитала со 100 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Это колоссальная кропотливая работа в тандеме с правительством, во главе которого стоит наш глава республики Олег Алексеевич Николаев. И задача такая, что наша республика должна из десятки, которые, к сожалению, по экономическому развитию и росту экономики в республике среди всех субъектов, мы должны выйти из последней десятки в первую десятку на самом деле. Поэтому, конечно, это все командная работа, поэтому я уверена, что мы с новым созывом сделаем еще больше, потому что сейчас предварительное голосование определило тех, кто непосредственно стоит у руля крупнейших предприятий республики. Это крупные общественники, это те, кто непосредственно делает все возможное для развития районов. И, конечно, когда они станут представлять свои районы в Государственном совете, КПД, коэффициент полезного действия от работы наших депутатов, от Единой России, станет еще выше, потому что это люди, которые авторитетны не просто в Чувашской республике, они авторитетны в стране. Их имена знают, это очень известные люди, их принимают, они вхожи в любые двери, и поэтому, конечно, федеральных субсидий в нашу республику и дополнительно очень известные проекты можно привнести в республику еще гораздо больше. Алена Игоревна, в своем ответе вы упомянули главу Чуваши Олега Николаева. Я помню, в 2020 году партия Единая Россия поддержала его на выборах. Скажите, пожалуйста, как сейчас складываются отношения с Олегом Алексеевичем? Да, прошлый год также был выбран для Чувашской республики, и мы избирали тогда, вы помните, 3368 мандатов органов муниципального самоуправления, это местная власть, и нам очень важно было, естественно, как всегда, подтвердить свое доверие. Опираться на наших жителей, и мы смогли это сделать. То есть 90% из этих мандатов Единая Россия сегодня замещает. И одновременно с этим проходили выборы главы республики. Владимир Владимирович Путин доверил исполнять обязанности главы республики Олегу Алексеевичу Николаеву, который проявил себя очень ответственно на посту депутата Государственной Думы, который занимался дополнительными проектами по развитию Чувашской республики, и в Государственной Думе сделал многое для того, чтобы жители Чувашской республики чувствовали себя здесь комфортнее и увереннее именно в республике. И наша задача была, как партию, на которую опирается президент, провести это решение. Поэтому мы сделали все возможное, чтобы Олег Алексеевич был избран главой республики. У нас хорошие партнерские отношения. И, конечно, наша задача помочь ему выполнить те задачи, которые ставит президент. Это очень непросто. Это совершенно новый, иной, качественный уровень управленческих решений. Это сбор эффективной команды. То есть сейчас вы видите другой уровень правительства, министров. Это другие задачи, скорость принятия решений. Это пандемийный год. Очень трудно. И очень здорово, что партия «Единая Россия» подставила свое партнерское плечо. И мы делаем все, что можно для того, чтобы эти решения принимались быстро и качественно. И чтобы у нас здесь была команда. Команда во главе с Олегом Алексеевичем Николаевым. Делаем все возможное. Сегодня мы с вами говорим об осенних выборах. Скажите, пожалуйста, какую планку себе ставит партия «Единая Россия»? «Единая Россия» — это политическая партия. Поэтому, как всегда, для «Единой России» очень важно уставное большинство в Государственном Совете и максимальное представительство в Государственной Думе. Чем больше у нас будет представителей и, главное, команда, на которую можно опираться нашему главе, тем лучше будет для Республики. Потому что мы можем разделиться по направлениям и отстаивать федеральный бюджет, федеральные субсидии, федеральные проекты, в которые Чувашская Республика может включаться. Потому что ни один ресурс для нас не лишний. И, конечно, хотелось быть на уровне очень статусных регионов. Очень хотелось бы сделать этот качественный рывок развития экономики. Потому что Чувашская Республика очень красивая. Жители очень интеллектуально развитые и достойны комфортных, благоприятных условий для проживания. Многие не хотят отсюда уезжать, не хотят искать лучшей судьбы в Москве, в Санкт-Петербурге или в Краснодарском крае. Нужно развивать свою республику. А для этого нужно делать все возможное. И для этого нужно избрать как можно больше депутатов Госдумы от нашего Чувашского региона. И, конечно, командная работа, которая в сшивке с Федеральной партией Единой России, с федеральными органами власти, с федеральным правительством, в котором у нас тоже есть члены Высшего совета партии Единой России, конечно, она позволяет решить гораздо больше проблем жителей республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова